Вместе с исполняющим обязанности главы городского поселения Голицына в выездном совещании приняли участие сотрудники администрации, представители ГИБДД и дорожная служба, а также собственники торговых точек, расположенных на перекрестке. Проблемный участок не спасает даже установленный на нем светофор. Еще больше усугубляет ситуацию фора. Не замечая знака тупик, большинство въезжают на улицу Советская, а потом начинают на ней разворачиваться, перекрывая движение и разбивая асфальт. В связи с этим Александр Дудоров распорядился согласовать с Мосавтодором размещение над Можайским шоссе растяжки, которое бы информировало водителей о возможном передвижении по полосам. Также планируется расширить проезжую часть на проблемном участке дороги. На месте прежней стелы с названием города Голицына вскоре появится новая. Для этого придется отодвинуть строительный рынок, расположенный на повороте, вглубь улицы Советская. Архитекторы и дизайнеры уже разработали несколько концепций нового памятника. Все они будут опубликованы в местных газетах, чтобы жители смогли принять участие в выборе лучшего проекта. Город Голицын – это исторический город. Он основан в 1872 году. Здесь жил князь Голицын, и в честь его был назван этот город. Поэтому мы хотели привязать стелу и с князем Голицыным, и с историей его. И плюс у нас здесь исторический завод керамика, плюс флагман нашего города – это военно-пограничный институт ФСБ России. Вот эти три предприятия нужно, может быть, объединить и сделать на основании этого стелу. Вторая стела будет установлена на въезде в город Сминского шоссе, а на привокзальной площади появится памятник князю Голицыну. Их выполнят в единой архитектурной концепции. Жители города неоднократно обращались в администрацию с просьбой установить на улице Советская дополнительные остановки для городского транспорта. Ведь здесь находятся и поликлиника, и Сбербанк, и многие магазины. Сейчас автоперевозчики останавливаются по требованию жителей, а это нарушение правил перевозки. Однако вскоре, по распоряжению Александра Дударова, на улице будут установлены две новые остановки, а при въезде на Можайское шоссе сделают бордюры, дорожную разметку и кранируют деревья. В ходе совещания исполняющий обязанности главы Голицына также посетил берег Реги Веземка, на противоположной стороне которого расположилась усадьба Большие Веземы. Здесь находятся более 20 памятников истории и культуры. На пустом берегу со стороны Голицына власти города планируют развить современную пешеходно-парковую зону со спортивными и детскими площадками, набережной, амфитеатром и лодочной станцией. Проект займет по площади 5,5 гектаров. В последнее время в Голицыно происходит много положительных изменений, и жители очень надеются, что новый энергичный руководитель не сбавит темпа и будет дальше продолжать добиваться поставленных целей. Анна Макарова, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!